Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Слава богу, локдаун не продлили, поэтому у нас сегодня очередная вылазка на концерт одной заинтересовавшей меня группы. Группа немолодая, с 2004 года, но вы же знаете, что я только два года назад начал заниматься вплотную рок-музыкой, поэтому для меня они все равно что молодые, так как я о них только недавно узнал. Это группа «Голос Омерики». Вот именно Омерики, через букву О. И как вы догадываетесь по названию, это какие-то приколистые. Я же скажу, что это, на мой взгляд, не просто приколистые, а очень большие приколистые и оригиналы. По крайней мере, те их клипы, которые я увидел в интернете, это очень смешно и весело. И хотя, как вы знаете, я не люблю мат со сцены, но посмотрев их клипы, я понял, что оказывается и мат можно использовать без пошлости и с большим юмором. Это, конечно же, не поменяло мои убеждения насчет мата со сцены, но заставило немного по-другому на это посмотреть. У нас в России после советской эпохи тотального страха и запугивания, давно уже наступила эпоха тотального стеба над всем, что только можно, как будто прорвало население. Если человек говорит сейчас о чем-нибудь серьезно, то это становится предметом высмеивания. Именно этим объясняются расцветы Камеди Клаппи, Камеди Вумена, Наша Раша и всевозможных стендаперов. И действительно, у многих из них очень смешно получается. Но, честно скажу, таких приколистов в музыке, как «Голос Америки», я этого не видел. Это какой-то эклектичный музыкально-комедийно-матершинный сюр с аккордеоном, балалайками, скрипками, гитарами, банджо, алкашами, проститутками, извращенцами и прочими отбросами общества. Шнуровская группировка «Ленинград» по части приколов, на мой взгляд, им сильно проигрывает. Но, несмотря на то, что они в одну кучу слили все, что только можно, на самом деле это очень оригинальный индивидуальный стиль. В этом соединении несоединимого и есть чистота стилистики метамодерна и постиронии. Сами музыканты называют себя не группой, а кабаре. Их музыкально-матершинный стиль представляет собой гремучую смесь русского шансона, панка, глэм-рока, народных частушек и советской эстрады. В свое время я придумал термин «хэви-метал-попс-рэпа-шансон», которым я подчеркиваю эклектичность музыки, которую создают многие наши безграмотные рок-музыканты. Но здесь, несмотря на эту гремучую смесь, я бы не сказал, что это эклектичная музыка. Это очень стильная музыка, потому что они саму эклектику вознесли в стиль, возвели туда. Это очень своеобразный, ни на что не похожий, самобытный эклектичный стиль, который сами музыканты группы очень точно определили как «алко-шансон-гламур-панк». Автор музыки и текстов группы, он же ее лидер, Родион Лубенский, называет себя панк-аккордионистом. Все их песни – это зарисовки из повседневной жизни российской глубинки, окраин городов. Их клипы выглядят и звучат, как репортажи с пьянок, свадеб, свиданий, дискотек, потасовок. Это такие яркие картинки из кипучей жизни различных маргинальных элементов. Проституток, бомжей, мошенников, алкоголиков, наркоманов, половых извращенцев и тому подобных персонажей. Сам я жил и работал на Золотых Приисках на Дальнем Востоке одно время, среди подобного контингента. Поэтому могу с уверенностью сказать, что ребята очень хорошо разбираются в теме. Это действительно из нашей с вами жизни. Пусть утрированно и сатирично, но именно с нашей с вами жизни. И это очень заводная, разбитная и веселая музыка. Я только недавно стал вплотную заниматься рок-музыкой. И может быть маловато видел наших российских музыкантов, но аналогов голосу Америки в нашей стране я не видел. Это очень весело. И несмотря на мат и тематику песен, почему-то это совсем не пошло. Ну, по крайней мере, мне так показалось из интернета. Более того, мне кажется, что такая музыка еще и носит воспитательный характер. Так как они показывают, как жить нельзя, высмеивают это все. Честно скажу, мне понравились их клипы. Поэтому, конечно же, я захотел сходить и посмотреть, и послушать этих приколистов, чтобы не опоздать. Потому что время не щадит никого, меняет взгляды людей, меняет их настроение. И весельчаки, и оптимисты могут превратиться в зануты пессимистов, а то и в цинников. Поэтому, подумал я, надо поторопиться, посмотреть на этих ребят, пока они так весело зажигают. И почему мне еще хотелось сходить на их концерт? Потому что я сам очень производителен. А эти ребята такие же. Выпустили в общей сложности 19 альбомов. Какие-то сольные, какие-то совместные. Мне захотелось посмотреть на этих передовиков панк-рок производства. Но еще больше меня заинтересовал тот факт, что еще в 2011 году они решили сделать шансон-кабаре панк-оперу. Основной концепцией которой была история злачного заведения, какого-то кабака, где собирались конченые маргиналы. Почему мне это интересно? Да потому что два года назад я решил создать сериал о похождениях смурного мужика. А затем на базе сериала сделать рок-оперу. Но, к сожалению, все это откладывалось. И только сейчас мы завершили работу над последней 12 серией. А показ сериала начали неделю назад. Но в отличие от персонажей голоса Америки, наш смурной мужик это не маргинал, а просто темный, необразованный деревенский человек, который решил идти покорять вершины российского шоу-бизнеса. Но он достаточно близок по духу к маргиналитету, как и любой безграмотный тип. Поэтому мне интересно, конечно же, посмотреть, как подобную вещь делали эти ребята. Первую попытку попасть на их концерт я сделал полгода назад в Питере, где они давали концерт в клубе МОД. Но выяснилось, что в концертном зале клуба МОД не предусмотрены сидячие места. Я уже не говорю про VIP-места с ресторанным обслуживанием. И там невозможно было забронировать столик. Приходи, покупай входные билеты, бери пиво в баре, стой, смотри и веселись. Демократично, конечно. Но после целого дня путешествий по Питеру и ходьбы, я понимал, что вряд ли получу удовольствие от двухчасового стояния на ногах в разгоряченной толкающейся толпе. Да и мало что смогу снять на камеру, чтобы потом показать вам их действа. Поэтому мною было принято решение сходить на Голос Америки в нашей родной Москве. Ведь они же москвичи, значит больше выступают в Москве. И вот такая возможность наконец-то у меня появилась. Поэтому я немедленно приобрел билеты. Сегодняшний концерт будет проходить в московском клубе «Урбанг», который находится на Большой Новодмитровской улице, дом 36. И рядом здесь, если вы обратили внимание, гитарный клуб знаменитый, где я иногда приезжаю и приобретаю инструменты. Или выбираю, или ремонтирую. Здесь хорошие ребята. Что это за клуб «Урбанг» я не знаю. Ни разу здесь не был. Но позиционируют они себя как концертное пространство. И судя по концертной афише, здесь выступают приличные группы. По крайней мере, я видел в расписании и Термейс, и Трития. Видел даже проверенных в боях старичков круиз и мастер, которые, думаю, борозду не портят. Но в первую очередь мы, конечно, пойдем туда смотреть не на клуб, а на этих веселых ребят, называющих себя «Голос Америки». Надеюсь, что это будет такой же бесшабашный сюрреалистичный перформанс, который я видел в интернете. Пойдемте смотреть вместе, а после концерта соберемся опять здесь и подведем итоги. Погнали! Уважаемые любители музыки, мы внутри клуба. Здесь первый раз. И клуб, вы знаете, достаточно такой внутри уютненький. Небольшой, компактный, с хорошим танцполом. Много VIP-мест, ресторанное обслуживание. В принципе, должен быть и звук, мне кажется, приличный. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Ну, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok. Конечно, вроде уже мудро, хотя лежу на лесах Не хочу, чтобы летишь, а не спусти И душою я люблю кино Едем не спевать и сомневаться На моем кино славы жену Всем, чтобы милать и поеваться Труд невесты! Труд невесты! Труд невесты! Труд невесты! Положим на место! Труд невесты! Только не отбей лобок! Тричь, что еду за город Высхожу на двор, вон все вновь За весом, но на нога не твой Заградный домик мой Труд невесты! Я хуэт, я пурец-говор Я люблю родной язык И характера такого Миниям уже привык Что ты жуча и тесная Что волшебный речь Но мама слишком за хуя Оле да хурища! Оле, Оле, Оле! Субтитры подогнали Симон. 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 Все начинается сначала чинно. все приходят трезвые, поздравляют жениха и невесту. все хорошо садятся за столы накрытые. на улице это происходит шатер накрывают. или вообще подогнали Симон. Все тихо, чинно, потом начинают потихоньку пить. Первое застолье сначала там стоит казенка. Казенкой называют государственную водку настоящую. после первого стола уже выставляют самогон подешевле и покрепче. И уже шарашивают самогон уже все пьяные. И постепенно нарастает темп этой пьянки. Нарастает, нарастает, потом начинаются танцы, местные музыканты играют, веселят. И темп нарастает, нарастает, там уже 7.40, все спляшут. И вот вы, зритель, заходите именно в разгар этой пьянки. Вот это было ощущение человека, который посторонний заходит и не знает кто это такие. Вот заходишь, а они сразу с первой минуты начинают долбить. Причем долбить начинают не темп там типа диско 120 ударов в минуту. Или там блюз там 60 ударов там 58. А там сразу под 160. А и выше. Как колотят. И в 4 четверти, и в 2 четверти. Что такое 2 четверти? Это умца-умца. Это свадебные вещи. Умца-ця-ця-ця. 7.40. И стиль их. Да, это, конечно, я называю такой русский панк. Это родственный стиль. Я повторюсь. Ленинграда группы. Это родственный стиль. Есть еще такие группы. А если говорить о стилистике музыкальной. То я бы сказал вам, если кто слышал. Вот если соединить сербскую национальную музыку. Типа Эмира Кустурицы. Скоростные их вещи. Молдавскую. Типа Сдобши Сдуба. Скоростные вещи. Со скрипками. С трубами. И одесскую. Еврейскую. Такую знаете. Украинскую. Такую свадьбу пьяную. 7.40. Вот это все вместе. Все соединить. Вот это у них такой стиль. Веселый. Заводной. Шебутной. Такой. Гай. Гай. Гуй. Ну это очень весело и смешно. И. Я хочу отметить. Чувство юмора Родиона Лубенского. Это реально. Это смешно. Там тексты очень смешные. Да. Они матерные. И я противник мата. Но. Я хочу вам сказать. Что я даже не знаю. А как. Так весело можно делать без мата. Это. Я бы хотел научиться. Я буду пробовать это. Но. Они очень органичны. Это. Это очень органичный стиль. Это не эклектика. И это не тупой панк. Когда вот эти две гитары. Меняют вот эти аккорды. И мы панкеры. Это интересный панк. Потому что там. Трамбон. Там труба. Там скрипка. Гитара. Бас гитара. Барабаны. Перкуссия. Клавишный. Сам Родион на аккордеоне играет. Это интересно. Это интересные аранжировки. И на такой скорости играть. Это. Извините меня. Это мастерство нужно. Конечно. По звуку. Это. Я не могу сказать. Что это суперзвук. Там был отстроен. Но. В принципе. Для этой стилистики. Это звучало. Именно так. Как и должно звучать. Хотелось бы. Чтобы это было чище. Но. Так вот. Глуховато немного. Может быть. Это акустика зала. Я здесь впервые. Но. В принципе. Повторюсь. Я аплодирую. Музыкантам. Я аплодирую. Родиону Лубенскому. Потому что. Я за его юмор. Аплодирую. За его. Зажигание толпы. Извините. Ну. Людей. ПОДНИЕ. ПОДНИЕ. УМЕТЬ. ПОДНИЕ. УМЕТЬ. У него. Есть чему поучиться. У них. У всех. Есть чему поучиться. Пошлости. Там не было. Никакой. Вот. Вы знаете. Не в обиду будет. Сергей Шнуров. Но. Мы. Были на их. Концерте. Даже. Дважды были. И. Вот этот. Залученный прием. Когда. Вокалистка. становится на колени и микрофоном имитирует сбоку, как будто она миньеты ему делает. Но это заучено, это заштамповано. Они были естественны. Не было никакой пошлятины заученной, банальной. Это было естественное поведение на сцене. И именно этим они еще зажигали публику. Публика сломилась, раздевались там. Просто зал побежал от восторга. Я повторюсь, я за чистоту русского языка. Я за то, чтобы мата не было, но я не представляю, как такую стилистику делать без мата. Потому что это музыка окраин. Они поймали, Родион Лубенский поймал вот это чувство. И четко передал вот это ощущение окраинности. Вот этой люмпен пролетариат, вот эти обездоленные, которые собираются, залазят долги, устраивают эти пьянки. Это единственное их развлечение в жизни. Он нам показывает всем. Смотрите, вы тут в Москве за стеклами фасадов цветных и рекламы огней. А вот как живут на окраинах. Несмотря на этот мат, он не пропагандирует мат. Он, я уверен, он наоборот показывает нам, как нельзя жить. Мы должны жить по-другому, мы должны жить в культуре. Мы должны уходить от этого и бороться с этим. То, что он показывает. И поэтому мне еще одно интересное. Что это было за публика? Я рассматривал людей. Это интеллигенция. У нас интеллигенты еще Советского Союза обожали материться. Они без мата прям не могли. Потакали вот этому люмпен пролетариату. Я буду делать музыку без мата. И постараюсь научиться, как у Лубенского, вот так вот заводить людей на концертах. Но у меня все. Я аплодирую этим музыкантам. Хорошие музыканты. Вот такие. И если кто-то хочет отвлечься от суровой действительности и захочет оторваться как-нибудь вечером, и у него будет возможность попасть на концерт «Голоса Америки», я рекомендую туда сходить. Там можно оторваться по полной. Это не смурной вот этот угар, знаете, вот этот слэм, когда вот эти выходят, эти металисты. Вот этот бласт бит, эти 240 ударов в минуту. Это одно. Это смурной, это угар какой-то тяжелый. Это было весело. Вот так. У меня все. Мы поехали домой. Всем привет. Rock'n'Roll Forever. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории Иван без цензуры, Расскажет рокер Валащу. Расскажет рокер Валащу.